Привет! Мы начинаем 14-й урок по программе iBooks After, посвященной работе с таблицами и диаграммами. Хотя инструментарий программы по работе с таблицами и диаграммами достаточно полон, для удобства работы с ними мы рекомендуем вам создавать их в специально предназначенной для этого программе Numbers, после чего импортировать в iBooks After с помощью простого копирования и вставки. Ниже мы рассмотрим лишь базовые инструменты для работы с таблицами и диаграммами. С помощью таблиц можно удобно разместить данные и информацию в проекте. Чтобы создать таблицу, нажмем на кнопку «Таблица» на панели инструментов. У нас появилась таблица с настройками по умолчанию. Теперь мы можем изменить ее размер и положение. Откроем окно «Инспектор» и перейдем на вкладку «Инспектор таблиц». Здесь мы можем указать количество строк и столбцов таблицы, добавить новые столбцы и строки, добавить верхние, боковые и нижние колонтитулы для подписи столбцов и строк. Также мы можем указать размеры ячеек и задать цвет фона. Поместим точку вставки в ячейку таблицы, чтобы ввести текст. Если таблица не выбрана, нам потребуется сначала выбрать таблицу, потом выбрать ячейку и, наконец, поместить точку вставки в выбранную ячейку. Удалить текст в ячейке можно с помощью клавиши «Делит». Наведем курсор на границу ячеек, чтобы изменить ее положение с помощью перетягивания. Объединять и разбивать выбранные ячейки можно с помощью меню «Формат» под меню «Таблица». Теперь перейдем к диаграммам. Нажмем на кнопку «Диаграммы» на списке панели инструментов и выберем нужный шаблон из появившегося списка. Данные диаграммы вводятся в окне «Редактор данных диаграмм». Здесь мы видим таблицу, которую можем редактировать и видеть, как внесенные нами изменения сразу отображаются на диаграмме. Можно добавить в таблицу строки, столбцы и внести нужные значения для них. Чтобы изменить метки диаграммы, нажмем дважды на нужную метку и введем текст. Настроим внешний вид диаграммы в инспекторе «Диаграмм». При необходимости здесь можно сменить шаблон визуализации, поменять цвета, освещение, ракурс и другие дополнительные настройки. На этом мы заканчиваем 14-й урок. В 15-м уроке мы сохраним наш проект и рассмотрим использование приложения iBooks для iPad.